В Баку остается неясной дальнейшая судьба жильцов и владельцев нежилого фонда в трехэтажном здании по проспекту Нефтяников 95-97, отнесенным к памятникам архитектуры. Собственников жилья и другой недвижимости власти пытаются убедить, что это здание, построенное в 1885 году, пришло в аварийное состояние и подлежит сносу. Однако суд по иску местной власти против нежелающих выселяться жильцов здания, начавшейся в 2007 году, не пришел к итоговому решению. Судебный процесс был заморожен после обращений и жалобы жильцов. Мы проживаем в городе Баку, в проспектах Нефтяников 97. В нашем доме находится около 9 башни. Нас, жителям этого здания, никто без предупреждения, наш свет, водопровод, газопровод открутили. Наш объект реализовали. Нас должны со стороны государства и чиновников, должны возместить ущерб. Дело в том, что наш дом находится около 10 башни и столицы находятся по балансу Жюнейского. Это квартира, этот дом, своя 390 инвентарь числится, построена в 1855 году. Это историческое здание. Без объяснения, они говорят, что какой-то дом аварийный. Но есть эксперты, архитектуры, которые сами пришли, убедились, что никаких аварийных ситуаций здесь нет. А это иск, это испарительный врач Сабаинского района города Баку. Подали иск в суд, хотели нас выселить, но, однако, суд дело осталось без засмотрения. Так как видно, что этот дом не аварийный. Назначена экспертиза, экспертиза не даст заключение. Так же, есть аварийный? Если даже это аварийный, мы согласны, мы согласны, что это так, как отремонтировали, и мы продолжили жить в своей квартире. Мы не собираемся продавать квартиры. Так как это находится, опять же повторяю, в центре города, нас хотят выселить в какой-то край город, который мы пожелаем люди. Мы сможем доехать в Гюнашлаг, Ясамаск. Это большая разница, которая в нашем доме находится. В настоящее время здание обнесено строительным забором. Неделю назад дом был отключен от снабжения газом, водой и электричеством. Это вынудило многих жильцов временно разместить детей и стариков у родственников. А расположенные на первом этаже здания магазины и объекты обслуживания закрылись. У нас в семье обращают 8 человек. У меня дома есть было 2 ванных газ. Уже неделю у нас света нет, газа нет. Каждый январь у меня все дома в войне. Дети все больные. Я уже не могу акции, бойцы не знаю. Каждый дом, не знаю, смотрят. Я уже в будущем вот эти иранские печи поставил, чтобы ходить, чтобы дома, чтобы наши дети, чтобы горячее, чуть-чуть чай пили. Вот такую ситуацию, вы представляете? Сейчас уже днем-днем, вот погода тоже холодная, днем-днем. Что нас ждет, один бог знает. Уже у них собственности нет, что... Вот мы, у нас дети, маленькие дети. Я вот, моя точка в школу ходит. Она уже не может жить. Хорошо сейчас таникул. В бакинской мэрии воздержались от комментариев, сказав, что здание находится на балансе историко-культурного заповедника Ичери-Шехер, а оно подчинено правительству. Продолжение следует...